Вот так, не снижая скорости и напора, на почву наносится специальный огнезадерживающий состав. Действовать нужно быстро и слаженно, чтобы за считанные минуты создать на пути огненной стихии надежный барьер. Как ощущения? Великолепно. Аппарат. Ничего не приглашает. В реальных условиях бедствия этот аппарат, а точнее ранцевый лесной огнетушитель, способен остановить природный пожар в средней интенсивности. Владить инструментом сегодня на базе Иркутска авиалесохраны. Эксперты обучают добровольцев. Тех, кто не жалея времени, силы, подчас здоровья, встает на защиту лесов. Случайных людей здесь нет. Каждый, так или иначе, уже сталкивался с огненной стихией. Была такая ситуация, я вкратце расскажу. Возвращались с дачи. Проезжали мимо деревни Большой Луг. Было примерно уже около 12 ночи, увидели возгорание. С товарищем туда поспешили, и вся деревня спала. Загорелся сарай с сеном. И пламя было огромное, люди спали. То есть, мы в первую очередь разбудили людей, вызвали пожарных и организовали колонну. То есть, сарай было не спасти, там пламя было высокое, в два этажа. Но сарай прилегал вплотную к дому. Обрубили все балки, поливали водой дома, чтобы огонь не перекинулся. Дома прям плотно стоят друг за другом. С тех пор Николай и еще десятки таких же, как он, простые работяги, студенты, пенсионеры, получая тревожные сигналы с соцсетей или с экранов телевизоров, каждую весну выходят на тушение сибирского леса. Но одного желания в борьбе с природными пожарами недостаточно. Стихийно созданные добровольные дружины подвергают себя серьезному риску. Люди готовы с риском для своей жизни. Почему? Потому что идти в огонь – это риск, это большое мужество. Огромное им спасибо, но вместе с тем необходимо в первую очередь соблюдать требования техники безопасности. Поэтому мы приняли решение, повторюсь, с Министерством лесного комплекса провести обучение специалистами. Мы видим, как у нас класс соответствует всем требованиям. И профессионалы высочайшего класса, те, которые имеют право проводить обучение по тактике тушения лесных пожаров. Техника безопасности поведения в лесу, обращения со спецнаряжением и, конечно, навыки по оказанию первой медицинской помощи. Все это добровольцам наглядно объясняют эксперты, на счету которых сотни и даже тысяч чрезвычайных ситуаций. Главное правило – вернуться с заданием живым и здоровым. То есть в первую очередь добровольцам ни в коем случае нельзя ехать на пожар в синтетической одежде. Ни в коем случае нельзя ездить не в специальные обуви. То есть кроссовки, туфельки не подойдут. Должны быть это сапоги или кирзовые, или резиновые. И, конечно же, жевательно, если они хотят помогать, они должны обратиться именно в добровольное пожарное объединение ВДПО, или напрямую в лесничество, чтобы те им подсказали, куда, где и как они могут помочь. С 2015 года, когда добровольческое движение стало активно развиваться, специальное обучение прошли около двух тысяч волонтеров. Сейчас в регионе их более трех тысяч. Обучение проходит на регулярной основе. За один курс к допуск к борьбе с лесными пожарами получают до 40 человек. Каждый из них способен оказать помощь лесохране, а также не допустить перехода пламени на населенный пункт. Ведь знания одного человека в экстренной ситуации могут спасти десятки жизней.